Привет всем! Хочу приготовить пиццу на скорую руку. Все элементарно, просто. Хотите, посмотрите. Берем лаваш. У меня лаваш домашний. Можно взять просто магазинный. Лаваши магазинные, они большие. Можно взять крышку, большую тарелку, приложить, делать кругом. Либо просто прямоугольнички вырезать. У меня вот такие я сама делаю лепешечки, кругленькие. В этой сковороде их жарю, поэтому они как раз для сковороды. Я возьму три штуки. Первую лепеху кладу. Сыр натерла на крупной терке. Сыром покрываю первую лепешечку. Кладу вторую. Можно смазать ее майонезом. Ну, это для того, чтобы эти пласты скрепились друг с другом. Прям капелюшку. Можно майонезом не смазывать, а просто сыром. Еще чуть-чуть вот так сырок. Совсем немножко. У меня, наверное, грамм сто сыра было. И третью. На третью можно просто намазать кетчупом. У меня помидоры мелко нарублю. Меленько. Я кожуру сняла. Это мой вариант. В пиццу можно положить все, что угодно. Как хотите. Что у вас имеется. Сюда вот так заброшу помидоры. Немножко зелени. Перемешаю. Соли я не добавляю, потому что майонез соленый. Покрываю верхний слой пиццы соусной смесью. Можно положить сюда колбасу, ветчину, мясо какое-то куриное. Или что у вас есть готовое. Кусочками нарезать. У меня есть маринованные опята домашние. Я их положу. Это будет у меня грибная пицца. И сверху тоже можно сыром тертым посыпать. Можно просто нарезать кусочки сыра. Такие тоненькие, пластиками положить. Эта пицца будет у меня готовиться на сковороде. Умеренный огонь. Закрываю крышкой. И готовлю до расплавления сыра. Как сыр расплавится, готово убираем. Вторую пиццу я приготовлю в духовке. Беру один пласт пиццы. Немножко майонеза сыр. Второй тоже так же. Немного майонеза. Сыр. Противень заселен силиконовым ковриком. А то многие спрашивают, что у вас за зеленое такое сверху. Это силиконовый коврик. Можно вместо коврика использовать в корзкую бумагу. И третий. Если вы любите очень тонкую пиццу, то я думаю, в магазин и лаваш тоже либо два, либо три вот таких пласта вырезать. Майонез. Это уже будет основа третья. Либо кетчуп. Теперь я порезала на вторую пиццу тонкими такими полукольцами лук. Я люблю с луком. Положу помидорки. Эта пицца у меня будет без грибов, без мяса, без колбасы. Овощная. И знаете, с огурцом, со свежим никогда не делала. Огурцы есть, поэтому... Ну, а почему бы и нет? Всегда клала огурцы маринованные. С маринованными вкусно. А сейчас делаем со свежими. Немножко приплюснуть. Сверху тоже сыр. Духовка разогревается. 180-190 градусов. Сыр подрумянится. И можно вытаскивать. В сковороде, если пицца готовится, единственное, что кто любит румяную корочку, корочка будет не румяная, а просто так расплавленная. Пицца готова и на сковороде, и в духовке. У меня это раньше приготовилось. Она немножко в отключенном виде постояла минут 5. Перекладываем. Так, сначала эту. Видите, она хорошо снимается. Если у вас может быть другая сковорода, боитесь, что она там не снимется. Вот снизу не пригоревшая, чуть-чуть так, немножко зажаренная. Ковороду можно смазать маслом растительным. Теперь вот эту снимаем. На силиконовом коврике она вообще не прилипает. Ой. Перемещусь, чтобы не уронить. Горячая еще. Только вытащила. Так. Все. Теперь будем разрезать и показывать. Давайте с более такой холодненькой начнем. Разрезаем. Видите, хруст такой немножко есть. Сыр тянется, она еще тоже горячая получается. Вот видите, тягучка, тягучка. Вот так. Это нижний такой пласт, он немножко зажаренный. Разрезаю еще кусочек. Когда пицца полежит, ну минутки 3-4 она становится вообще очень мягкое тесто и режется хорошо. Горячая как бы, ну немножко так, тгноватенько. Вот кусочки. Какие тоже в этой пицце получаются. Видите, тесто такое. Ой, сыр тянется следом. Тесто мягкое. Видно, мягкое. Пицца получается из лаваша чудесная. На сковороде немножко как бы тесто из-за того, что оно чуть-чуть снизу поджаренное, оно как бы такое, ну чуть-чуть потверже. Ну мягкое оно совершенно, видите, гнется. Просто супер. Когда остывает, оно еще мягче становится. Вот это вот в духовке, оно, корочка снизу тоже, вот я показываю, видите, оно не зажарено, оно вообще мягчайшее. Я даже не подумаю, что это лаваш. Скорую руку вообще отличный вариант. Начинку, повторюсь, можно совершенно любую делать. Так что готовьте, фантазируйте и ешьте вкусную пиццу. Быструю причем. Я даже не могу сказать, какая вкуснее на сковороде или в духовке. Одинаково. По вкусу, по составу, там уже кто, что любит. Так что, все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok